Я бы очень хотел сегодня поговорить о сугубо практических вещах. И тема этого семинара будет звучать так. Подбор репертуара, тематика и характер служения. Подбор репертуара, тематика и характер служения. Очень важно, чтобы пастор и лидер прославления были представителями одной команды. Первая заповедь звучит так. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Прославление и служение Слова, оно находится в одном духовном пространстве. Тот, кто прославляет, в эпицентре этого служения имеет в виду Господа Бога. Тот, кто проповедует, имеет в виду в эпицентре своего служения того же Господа. Господь внутри себя не делится. Если и лидер прославления, и пастор встречаются у одного и того же Бога и пьют вместе с ним кофе, то тот же самый Бог будет формировать и мышление пастора, и мышление лидера прославления подобным же образом. Поэтому необходимо зарубить на носок, запомнить на всю жизнь, что лидер прославления и пастор создают единое духовное пространство, единую духовную платформу или арену, на которую выходит Бог и служит в церкви. Служение прославления готовит путь к служению Слова. Служение прославления обеспечивает присутствие Божие, потому что прославление привлекает Бога. Бог всегда приходит туда, где Его прославляют. Поэтому цель прославления – обеспечить присутствие Божье. А цель проповеди Евангелия – чтобы Бог изрек Слово Своё. Одного присутствия недостаточно. Когда твой возлюбленный пришёл к тебе и ни слова не сказал, хотя пробыл с тобой час. Это неплохо, конечно, но ты ему скажешь, ты что, не мой, что ли? Он скажет, мой. Всё равно слово – это есть самое главное в нашем служении. Под силой Божьей упасть и получить большое удовольствие – это хорошо, но если ты не услышал Слово, это не очень хорошо. Когда мы читаем пророки Иезекииль, читаем Иоанн Богослов, который был на острове Патмос, когда слава Божья приходила, они просто падали на землю. Но Господь подходил и говорит, хватит, полежал, вставай. А теперь послушай, что я должен тебе сказать. И возьми ручку, тетрадку и запиши. Запиши ангелу Сардийской церкви. Господь, мне так хорошо. Эй, зато мне плохо. От того, что сейчас тебе хорошо, другим хорошо не будет. Не будь таким эгоистом. Ты наслаждаешься присутствием, но ты должен понимать, что в присутствии Божьем должно прозвучать Слово Божье, которое ты должен зафиксировать и передать другим. Вот почему мы должны быть в паре. Лидер прославления и пастор. Они вместе создают единое духовное пространство. Единую арену, на которую выходит Бог. Повторяю, лидер прославления обеспечивает присутствие Божье, а служение пастора обеспечивает Рэма, когда Бог изрекает Своё Слово. А теперь опустимся на инфраструктуру, на уровень технической подготовки к этому служению. Возвращаемся в Псалом 56. Псалом 56. Это то, с чего начался цикл наших семинаров. 56-й Псалом 8-й и 9-й стих. «Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё, буду петь и славить. Воспрянь слава моя, воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племён. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. «Будь превознесён выше небес, Боже, и над всею землёю, да будет слава Твоя». «Готово сердце моё, Боже, буду петь и славить». С чего всё начинается? Всё начинается с того, что мы готовим своё сердце. «Буду славить Тебя между народами, ибо до небес велика милость Твоя». Подготовка к служению начинается не с подготовки репертуара, а с подготовки своего сердца. Потому что в основе репертуара настроение лидера прославления. А настроение лидера прославления – это результат его состояния. Очень просто. Состояние человека рождает настроение. А настроение должно быть обличено в соответствующий репертуар. Прославление должно соответствовать настроению. Потому что если внутри человека скребут кошки, он не может петь весёлые песни. И в то же самое время, если человека прёт, если он фонует, если у него такой прилив радости, он не может петь грустные песни. Это всегда будет людей ломать. Должна быть гармония между состоянием человека и репертуаром. Поэтому не репертуар строит настроение или состояние, но состояние или настроение человека, оно выбирает соответствующий репертуар. Если твоё сердце не приготовлено, никакой репертуар тебе не поможет. Необходимо знать готовность номер один. Человек сам должен знать, когда он готов, а когда он не готов. Теперь давайте опустимся с небес на нашу грешную землю, на уровень поместной церкви, на уровень рутинных, ежедневных наших обязанностей. Представим себе, что прославление – это кухня. Лидер прославления – это шеф-повар, который должен приготовить меню на следующую неделю. Репертуар – это и есть меню. Шеф-повар – это лидер прославления, а прославление – это кухня. В любом ресторане меню готовится заранее. В любом ресторане меню готовится заранее. Шеф-повар сидит и составляет, что будет на следующей неделе. Рыбные блюда, мясные блюда, или это будут вегетарианские блюда, и идет полный расчет, заготовка продуктов. Причем, каким образом составляется меню, шеф-повар чувствует внутри, что бы ему хотелось, чем бы он хотел удивить своих завсегдатаев. Сейчас меню составляется заранее. Если бы лидеры прославления научились здесь чему-то, они бы за полчаса до собрания не подбирали песни. Если бы, если бы, ты пришел в гости, а хозяйка в твоем присутствии, что бы сделать? Давай вместе картошечку почистим. Так, ребята, я вам скажу, что многие лидеры прославления чистят картошечку вместе с церковью. А потом говорят, что же вы так медленно работаете? А люди пришли не картошечку чистить, а кушать картошечку. И очень часто из-за того, что отсутствует качественный процесс подготовки, лидер прославления готовит прославление вместе с церковью. Это нельзя. Это не культурно, это не этично. Любой уважающий себя шеф-повар, он заранее составляет меню, и когда приходят гости, на столе уже полная сервировка и уже на кухне дымится. Ты чувствуешь, что-то здесь будет вкусное. Амин. Прославление – это кухня. Лидер прославления – это шеф-повар. Репертуар – это меню. И каждый должен знать свое любимое блюдо. Поскольку в каждой церкви существует своя система, своя тематика, существует свое логическое русло, то мы должны учитывать запросы. Мы должны учитывать запросы. Мы должны войти в тему. Скажем, в новом поколении у нас четыре реки. Первое воскресенье – это семья, потом финансы, потом харизматическая река, мы молимся за исцеление больных. И четвертое – это евангелизм. Соответственно, этой тематике мы должны выбирать характер и тематику нашего прославления, чтобы это было созвучно. Чтобы это было созвучно. Вы знаете, шеф-повар имеет в своем холодильнике огромное количество продуктов. У него есть выбор, разнообразие. У нас репертуар должен быть многогранным и разнообразным для того, чтобы у нас был выбор. Повторяю, основа поклонения – это репертуар. Основа репертуара – это настроение, а настроение – это продукт состояния, а состояние отражает жизненный опыт. Запомните, на сцене мы не поем песни, на сцене мы должны выплеснуть свое настроение и создать соответственную атмосферу в зале. Если прославление не гармонирует и не соответствует нашему настроению, нашему состоянию и нашему жизненному опыту, оно становится механическим, неестественным, бездуховным, а значит и бесплодным. Главный принцип здесь – что имею, то даю. Мы не можем дать людям того, чего у нас нет. Мы можем дать людям только то, что у нас есть. Вы помните Марфу? Между прочим, она Иисуса пригласила. Пригласила, а обед-то приготовить не приготовила. Неподготовленные лидеры прославления как раз и напоминают Марфу. Иисус пришел, а она носится с черпаком, и ее раздражает Мария. И она Иисусу бросает упрек. Или тебе нужды нет, что я одна на кухне готовлюсь? И я между строчками читаю, обед надо вовремя готовить. Не тогда, когда гости пришли, когда Иисус пришел, и ты носишься и бесишься там, на всех злишься. Чего же я тебе никто не готовит? Готовить надо заранее. Все умные хозяйки, все разумные хозяйки, предусмотрительные хозяйки, они воскресные блюда готовят в субботу. А все разумные и предусмотрительные лидеры прославления начинают готовиться, знаете, когда к следующему воскресенью? Когда они только сошли со сцены в предыдущие воскресенье. Подготовка. И что Иисус сказал ей? Марфе, Марфа, ты суетишься, и очень много суетишься. Суета, вот что мешает нам. Наступает служение, и мы суетимся, чтобы сделать. Какой вы... Перестаньте, все, проклят всякий человек, который дело Божье делает небрежно. Мы ждем Иисуса, мы ждем людей, тысячи людей могут приходить, и вы знаете, это неэтично, выходить неподготовленным. Так нельзя. Готово сердце мое, буду петь и славить, а если не готово, не буду. Но срывать служение нельзя, поэтому мы сами себе должны поставить высокую принципиальную планку. Иисус говорит, Мария избрала благую часть. Мария избрала благую часть, которая от нее никогда не отнимется. Обед надо готовить вовремя, и прославление надо готовить вовремя. Шеф-повар, возьми это на заметку. Для того, чтобы дать что-то, нужно что-то иметь. А для того, чтобы иметь, к этому нужно хорошо готовиться, приобретать, запасать, и как заботливая хозяйка, задолго до прихода гостей, готовить праздничные блюда, красиво сервировать стол, салфеточки, фужерчики, приборчики, зажженные свечи. Готово сердце мое. Причем хозяйка еще блюда пробует. Не пересолили бы, не пережарили. Пробуешь ли ты тот репертуар, нравится он ли тебе? Или просто, ай, гости и так съедят, голодные. Запомни, если репертуар тебя не заводит, он никого не заведет. А если заведет, в какой-нибудь тупик. Если он тебя не зажигает, он никого не зажжет. Если тебе это блюдо не нравится, оно не будет нравиться никому. А я такой опытный, я уже так знаю, наугад, на глаз. Эй, на глаз. Попробуй, что ты предлагаешь другим людям. Готово сердце мое буду петь и славить. Воспрянь псалтырь и гусли. Итак, приготовленное сердце первично, приготовленные псалмы и гусли вторичны, состояние и настроение лидера прославление первично, а репертуар прославления вторичен. Ибо от избытка сердца говорят устал. Все равно, вот согласитесь, не продукты в холодильнике кричат хозяйке, курица кричит, сегодня гриль или помидоры, салат. Не продукты диктуют хозяйке, что она должна готовить, а хозяйка по настроению, по настроению выбирает меню. Разве не так? Иногда что-то поинтереснее, иногда что-нибудь попроще. Яичница. С салатиком там. Она кашу какую-нибудь заварганит и все. Ребята, не в том дело, блюдо праздничное или будничное, главное, чтобы вкусно было. Повторяю, что настроение лидера прославления определяет репертуар. Сердце начинается. Вчера, может быть, тебе эту песню хотелось спеть. Позавчера. А сейчас у тебя сердце не лежит. Все, что мы от сердца делаем, сердце диктует, сердце управляет, сердце камертон нашего прославления. Состояние должно соответствовать поклонению, а поклонение должно соответствовать твоему состоянию. Ибо твое состояние – это и есть состояние твоего поклонения. Давайте проведем эту параллель и на всю жизнь запомним. Состояние моего сердца – это и есть состояние моего служения. Состояние моего сердца – это и есть состояние моего прославления. Не надо конфликтовать. Не надо придумывать. Не надо из себя изображать. Не надо стараться быть прославителем. Будь прославителем. А если обломался, наступил на какие-то грабли и почувствовал, что ты как-то разделся, фальшивил, так в следующий раз сделай выводы и начни готовиться раньше. Вы знаете, какое дерзновение, когда человек выходит готовым. Какое дерзновение, когда человек выходит готовым. Когда ты готов, ты знаете, как вот, например, исполин, который хочет выйти на сражение. Это как те кони, которые перед скачками, они просто копытами роют землю. Они готовы идти туда. Вот так должен выглядеть каждый приготовленный служитель. Он просто вышел, все у него. Он не будет говорить, что-то там, кого-то обвинять церковь в том, что он не готов. Он просто выплеснит все, что у него. И пипа, открыв рот, будет говорить, ничего себе. Ничего себе. Вот это прославление. Давайте быть самокритичными и честными. Состояние твоего сердца – это состояние твоего служения. И искусство веры – это не переход от понимания к пониманию. Я раньше так думал, понимал, а сейчас я думаю иначе, понимаю по-другому. Искусство веры – это переход от состояния к состоянию. Потому что ты можешь мыслить так, а можешь мыслить иначе, но состояние твое одинаковое. Искусство веры – изменить свое состояние. Что унываешь, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Господа. Это ты должен говорить не на сцене, а у себя в спальне. Потому что мы должны входить во врата Его со словословием и во дворы Его с хвалою. Мы уже должны нести сюда свое отличное состояние, потому что состояние моего сердца будет отражать или обеспечивать состояние моего служения. Никакой фальши. Никакого лицемерия. Бог смотрит на сердце. Бог смотрит на сердце. Поэтому готовь сердце свое. Очищай сердце твое. Согрешил – кайся. Захламился. Перед Богом постарайся, чтобы Бог лопатой своей, лопата его в руке его, чтобы он очистил гумно свое от всякого гумна, чтобы у тебя сердце было нормальное, чистое. Амин. Сердце чистое сотвори во мне, Божий, дух правый, обнови внутри меня. Друзья, давайте быть честными и принципиальными. Мы будем теперь ставить детектор лжи перед выходом на сцену. Если их зазвенит назад, если зазвенит назад, назад иди и готовь свое сердце. Ты скажешь, пастор Алексей, а если никого не останется, и не надо, тогда будем просто проповедовать Евангелие. А на пастора нужен детектор лжи? Конечно, нужен. И его надо пропустить туда. Скажешь, а если пастор не прошел, что церковь должна молиться? Господь, вышли делатели твоих на Ниву твою. А для церкви нужно детектор лжи ставить? Нет. Нет. Потому что если уже и церкви не будет, кранты. Ради церкви-то мы и служим. Здесь мы должны быть честными и сознавать, что сцена – это двери Царства Божия, которые могут быть либо закрыты, либо открыты. Так вот, наша цель пастора и лидера прославления, вообще всякого человека, который выходит на сцену, эти двери открыть и сказать, гряди, Господь, гряди, Господь, и оживет долина костей. Гряди, Господь, мы ждем к Тебе наши взоры. Гряди, собрать великую жатву с полей, долины наполнятся, да понизятся горы, и выходит Господь. И все спрашивают, кто сей царь? Кто сей царь славы? А мы говорим, имя Его – Иисус Христос. Моя цель – открыть на этом месте духовные двери, чтобы Иисус вышел на арену. Амин. Это самое главное. Каково состояние, таково настроение, каково настроение, таково и прославление. Итак, устройство прославления начинается с устройства нашего сердца. Репертуар, который соответствует нашему состоянию, он может приносить большое благословение в церкви. Но если репертуар не соответствует нашему состоянию, он может оказаться тяжелой плитой или тяжкой ношей. И возникает вопрос, что делать, когда состояние не соответствует репертуару? Ну, когда сердце не готово. Вот что делать? Наступило время, сердце не готово. Псалом 136. Давайте посмотрим, что это за состояние. Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди него повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители нашей веселья. Пропойте нам из песней сионских как нам петь песнь Господню на земле чужой. есть состояние, когда сердце не готово. А когда сердце не готово? А когда мы сидим возле рек Вавилонских. Вы знаете, что такое Вавилон? Не дай Бог. И ты сидишь на земле чужой. Ты ушел со своей территории. И ты зашел на чужую территорию, на территорию Вавилона. И ты чувствуешь все закрыто. И твоя арфа, которая приносила тебе так много помазания, так много вдохновения, которое высвобождало столько помазания, и ты чувствуешь, просто бренчишь по струнам. И ты чувствуешь мимо. Сердце закрыто. Небо закрыто. Ты на земле чужой. И тот, кто пленил тебя, он говорит, ну спой. И ты понимаешь, что нет, ты не можешь петь. Сердце не готово. Сердце не способно. Не актуально. И человек эту арфу вешает на вербы и говорит, как мне петь песню Господню в земле чужой. Милые мои левиты, не уходите со своей территории. Не уходите из своего родного дома на чужую землю. Не уходите из Вифлеема на Моавитские поля. Потому что на этой чужой земле можно все потерять. Не заигрывайте с миром. Не заигрывайте с грехом. Не заигрывайте с этими вавилонскими штучками. Там, где все смешивается. Что такое вавилон? Это там, где смешивается христианская культура, мирская, где можно и молиться, и грешить, и выпивать, и блудить. И какая-то вот такая тусовка, в которой вроде бы все свои улыбаются, а ты чувствуешь, все закрыто, все закрыто. Рот не открывается для молитвы, для какого поклонения, для какого прославления. В субботу где-то был в клубе, нажрался этого дерьма. И потом, как я могу петь песню Господню. Ты можешь, конечно, перед людьми сыграть роль, но мы-то Господа прославляем, а не людей. Честные люди, они эту арфу ставят в угол и говорят, нет, я не могу. Как я могу петь песню Господню в земле чужой? И ты скажешь, подожди, ну а что же тогда делать? Срывать служение или нет? Нет, мы должны быть честны к самому себе, когда состояние не соответствует репертуару, лучше не петь. Когда не поется, лучше не петь. Не стоит мучить ни себя, ни людей. Не стоит ломать комедию. А что же надо делать? Давайте откроем Якова 5.13. Скажешь, что делать, когда я нахожусь в земле чужой? Якова 5.13. Здесь написано, злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Когда я нахожусь на чужой земле, когда я в плену, когда Вавилон меня пленит, когда моя арфа висит на вербе, когда злостраждание, злострадание грызет сердце. Что делать? Петь не надо. Кто злостраждет, пусть молится. Запишите это. Если ты попался, если ты ушел на чужую территорию, если Вавилон тебя взял в плен, и ты не можешь петь, если даже ты не можешь петь, но ты можешь молиться. Злостраждет ли кто? Пусть молится. Молись Богу и говори, Бог, верни меня. Верни меня на мою территорию. Верни меня из далекой страны в отчий дом. Верни меня во святилище. Верни меня в присутствие свое. Возврати мне радость спасения. Пятидесятый псалом. Когда Давид оказался, когда Давид оказался на этой чужой земле, когда его пленил Вавилон, когда он оказался в такой трясине, он не пел, он молился. Злостраждет ли кто? Пусть молится. Мы должны вернуться из Вавилона. Мы должны вернуться из самого дурного настроения. Злостраждет ли кто? Пусть молится, чтобы Бог поменял состояние. Состояние плена на состояние свободы. Я точно знаю, что нет таких грехов, которых Бог бы не простил. Нет такого плена в нашей жизни, которые Бог бы не разрушил. Я знаю Бога, Который возвращает нас в наш Отчий дом, Который возвращает нас в Едемский сад, Который возвращает нас на место нашего служения, Который нас с Моавитских полей возвращает в наш родной Вифлеем, Который с далекой страны возле свиного корыта, Он берет и возвращает нас в Божьем присутствии. Злостраждет ли кто? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Здесь есть взаимосвязь. Если человек злостраждет и молится, пройдет немного времени, он будет весел и будет петь псалмы. Скажешь, что такое подготовка к прославлению? А подготовка к прославлению это тот промежуток времени, который находится между строчкой «Злостраждет ли кто? Пусть молится» и строчкой «Весел ли кто? Пусть поет псалмы». Истинное искусство веры это переходить не от понимания к пониманию, а от состояния злострадания к состоянию радости и веселья, когда прощены грехи, когда всякое ермо распадается от тука твоего, когда сердце снова чувствует это терзновение. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Вот кондиция готового сердца. Спасибо. Итак, если сердце готово, то будем петь и славить. Если сердце не готово, то необходимо поменять состояние. Не песни надо менять, а состояние сердца нужно менять. Потому что честные люди на земле чужой не поют песни Господни. И Иаков нам советует, что если кто злостраждет, пусть молится. Потому что именно молитва веры может поменять наше состояние. И между строчкой «Злостраждет ли кто? Пусть молится?» И строчкой «Весел ли кто? Пусть поет псалмы?» Как раз заключен тот период времени, который называется подготовка к прославлению. Потому что исходная позиция прославления «Готово сердце мое? Весел ли кто?» Мы должны знать, что мы, выходя на эту сцену, должны быть свободны и чисты. Знаете, драму легче сыграть, чем веселье. Радость играть вообще это очень тяжело. Особенно, если ее нет. Потому что ты будешь вроде бы все гримасы веселые делать, а глаза у тебя не радуются. А глаза не врут. По глазам можно сразу определить. Даже ты серьезные, глаза смеются и все равно видно. Бесеня-то там. По глазам все узнают. Поэтому мы должны с вами серьезно, принципиально анализировать свое состояние. Не просто повесить арфы на вербах и сушить весла, а менять состояние. раскаиваться в своих проступках, наступать на разочарование, выходить из вавилонского плена, из своей депрессии, прикасаясь к Богу и исполняясь Духом Святым. Вот для чего нужно вставать рано. Повторяю, между строчкой злостраждет ли кто, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы, как раз и заложен период нашей молитвенной подготовки. Нет, не отменять свое участие в прославлении, но менять свое состояние. Вот наша главная задача. Вера – это искусство управлять собой. Это не только процесс от понимания к пониманию, а это процесс от состояния к состоянию. И дальше Аввакум 3.17.19 Есть такая книга Аввакум 3.17.19 Здесь очень драматический опыт отражен. 16. Я услышал и вострепетала внутренность моя, при вести об этом задрожали губы мои, боль проникла кости мои и поколебалось место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградной лозе, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог сила моя, Он сделает ноги мои как у оленя, и на высоты мои возведет меня. И все это посвящено начальнику хора. Правда, в скобках? Но это означает лидеру прославления. Вот высочайший урок. как обладать собою. Вот достойный образец настоящей веры и самообладания. Приготовленное сердце первично, а приготовленные песни вторичны. Итак, готово сердце мое, если готово буду петь, если не готово, петь не буду, но буду молиться, чтобы приготовить его. Друзья мои, свое сердце мы готовим не за полчаса до служения. Вспомните, как готовятся к приезду гостей хозяйки. Подготовка к следующему служению начинается в тот момент, когда ты сошел со сцены предпоследнего предыдущего служения. Итак, первый этап подготовки к следующему служению это тщательный анализ своего последнего служения. Давайте согласимся с тем, что мы еще не совершены и мы должны оценивать и мы должны анализировать то, что мы делаем для людей. Поэтому необходимо подготовка к следующему служению начинается с того, что ты анализируешь предыдущие. Ищешь слабые стороны, ищешь сильные стороны. На самом деле, ты доволен был своим выступлением. Какие были ошибки технические или психологические. На какой песне помазание подскочило? На какой песне оно выскочило? Насколько удачно были подобраны эти песни? Насколько они были неудачны? Друзья, если мы не будем анализировать свое выступление, мы каждый раз, выходя на эту сцену, будем наступать на те же грабли. Мы должны быть самокритичны. Вникай в себя и в учения, и занимайся с ним постоянно. Мы должны быть, друзья, самокритичны и принципиальны к себе. Вот с чего начинается подготовка к следующему служению. Это честный анализ своего выступления. Возьмите кассету, возьмите DVD, посмотрите несколько раз, будьте строже к себе, и вы окажете неоценимую услугу церкви. Правило. Чем строже вы будете к себе, тем благосклоннее к вам будут люди. Чем строже вы будете к себе, тем благосклоннее к вам будут люди. И чем терпимее и благосклоннее вы будете к себе, тем строже будут к вам люди. Выбирайте. Мы должны через увеличительное стекло рассматривать свое выступление. Но самое главное иметь в виду, это работать вместе с пастором над созданием единого духовного пространства, единой духовной платформы, на которой бы вышел Бог и служил народу. Это наша общая цель и награда. Друзья мои, небрежность оскорбляет Бога. Мы не имеем права приносить Богу в жертву косое, хромое или ущербное. Давайте согласимся, что Богу важно не только то, что у нас в сердце, но и то, что исходит из наших уст. Откройте, пожалуйста, Малахи, первая глава, и мы здесь увидим отношение Господа к тем, кто приносит жертвы. «Сын чтит отца и раб Господина своего» – это первая глава книги Малахи, шестой стих. «И если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение передо мной, говорит Господь Саваоф? Дальше. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, а чем мы бесславим тебя? Тем, что вы говорите трапеза Господня, не стоит уважения. Давай сегодня ты меня заменил, давай спой эту песню, давай слабай ту тему, давай сделай как-нибудь вот так». Так нельзя выходить. Господь все это смотрит. И Господь это по-другому реагирует. Он видит, друзья, не то, что происходит на сцене, он видит то, как мы готовимся. И уровень нашей подготовки говорит о том, насколько мы благоговеем перед Богом или мы неблагоговеем. Именно степень нашей подготовки говорит либо о серьезной ответственности, либо о небрежности. То, что здесь происходит, это уже результат. Бог смотрит туда, на репетиционные залы. Бог смотрит туда, в кулуары. Он смотрит туда, где начинается подготовка. Если я отец, то где почтение ко мне. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Соловов. А вы приносите эти жертвы? Если ты поешь песню и косишь. Это хромое. Это косое. Если ты поешь, и в этой песне у тебя, в твоем прославлении отсутствует дух. Это вообще мертвое. Зачем ты это приносишь Богу? Если ты даже людям... Посмотрите, какой кастинг. Посмотрите, какой отбор. Посмотрите, какие высокие требования ставят перед людьми, которые просто на сцену выходят, чтобы людям петь. Там такой фильтр. Туда не пропустят. Обыкновенные, банальные фестивали. Но ты смотришь, ну уровень же подготовки другой. Ну почему христиане себе позволяют просто халтуру? Причем мы-то Богу поем. Почему включаешь канал христианский и сразу с закрытыми глазами видно, что это мы? Бог говорит, мне это не нравится. Мне не нужно хромое, косое, тупое. Принесите мне что-нибудь совершенное, полноценное. Друзья, мы должны возненавидеть небрежность. Потому что Бог ненавидит эту небрежность. Мы должны готовить не только свое сердце, но готовить уровень своего исполнения. Мы должны радовать Господа тем, что мы делаем это наилучшим образом. Косое, хромое. Это оскорбляет Бога. Небрежность – это опасная штука. Наша жертва хвалы должна быть приготовленной, достойной, совершенной, благоугодной и непорочной. Наша жертва хвалы должна быть приготовленной, достойной, совершенной, благоугодной и непорочной. Отшлифуй! Чтобы Богу это понравилось. Как невеста, которая платье, оно так тщательно готовит. Она не просто там где-то наживулила, там где-то распоролась, там где-то... Ну какая разница, я же важнее, чем платье. Господь, мое сердце же важнее, чем моя песня. Господь говорит, не, 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 не. Если это жертва хвалы, то жертва должна быть непорочной. Мы должны очень серьезное внимание уделить подготовительному процессу. Не 10 минут репетиции. Ну давай, ты уже знаешь, отшлифуйте, чтобы это бриллиантово было. Чтобы Богу это понравилось. Чтобы Бог это оценил и принял это. Он говорит, человеку принеси хромое, косое. Он примет это, князь твой? Он скажет, закрой дверь с той стороны. Неужели вы думаете, что Бог все ест подряд? Нет. Нет и еще раз нет. Бог нам не халтурит никогда. Когда ты можешь, Господь, утешь меня, и Бог просто подхалтурил. Сплюнул на тебя и ушел. А ты же Божья роса. Он же этого не делает. Он же все по-честному и по-настоящему же делает. Амин. Так давайте не будем халтурить. Давайте не будем халтурить. Итак, прославление это кухня, лидер прославления это шеф-повар, а меню это репертуар. Шеф-повар, как ответственный человек, готовит меню заранее. Причем, обратите внимание, на земле не существует таких, на земле не существует таких универсальных поваров, которые бы могли одинаково качественно готовить все блюда. У каждого повара есть свои фирменные блюда. И нет таких лидеров прославления, которые бы одинаково двигались во всех жанрах. Поэтому мы должны отсюда сделать вывод. Определить свой репертуар. Определить свое блюдо. Потому что, если ты будешь готовить не свое блюдо, оно останется на тарелке. И его никто не съест. Тарелька с махим мяком, знаком. Сол, фасол, тарелька. Итак, шеф-повар готовит меню, отталкиваясь от исходных продуктов. Усердие определяется не по тому, чего у тебя нет, а по тому, чем ты обладаешь. Если у тебя в холодильнике нет мяса, не стоит составлять меню из мясных блюд. Каково сырье, таков и продукт. Холодильник на кухне, прославление, это общий репертуар исполняемых песен. Так же, как в холодильнике продукты разложены по полочкам, на этой полочке мясо, на этой рыба, там фрукты, там овощи, там всякие майонезы, там приправы. Так и наш репертуар следует разбить на тематические блоки и разложить их по полочкам. Чем отличается порядочная хозяйка от непорядочной? У порядочной все по полочкам. И она открывает, и она все видит. А у непорядочной все, в кучу, и все воняет. Только открой холодильник, и как будто человек там. Или фрагменты. Поэтому мы должны свой репертуар, друзья, в первую очередь, вот здесь вот разные церкви, здесь разные лидеры прославления из разных групп, первое, что мы должны сделать, домашняя работа, это просто провести ревизию в своем холодильнике. Все, что уже воняет, выкинуть. Потому что иногда маленький, какой-то испорченный продукт портит все остальное, все начинает вонять. И тебе кажется, что все воняет. Оказывается, один воняет. И это помазание распространяется на весь репертуар. Мы должны провести ревизию. Все, что уже испортилось, все должно выкинуть. И мы должны перед собою, вот как опытная хозяйка знает содержание своего холодильника, так мы должны, как ответственные люди, как шеф-повар на кухне прославления, знать весь свой репертуар. Друзья, это очень важно. Потому что ты можешь даже не знать, что там на той полке с самого сзади. А может там вот с самого сзади, вот на той полке, самое главное. А ты его даже не видишь. Мы должны знать весь репертуар. Мы должны знать, из каких продуктов нам готовить блюдо. И все должно быть перед глазами. Мы должны разложить по полочкам. Вот недавно мы собрались с нашими лидерами прославления и взяли приблизительно. Мы сказали, давайте посмотрим, сколько песен у нас в наличии. И вот мы построили про Иисуса Христа. Какие у нас песни? На этой полочке песни про Иисуса. И вот мы. Иисус, как ты дорог для меня. Иисус, как прекрасен ты. Нет подобного тебе. Ты нужен мне. Перед тобой склоняюсь я. Имя, имя Иисус. Иисус, Иисус, ответ сегодня. Тогда поет мой дух. Я люблю Иисуса. Возьмите просто, составьте все песни, чтобы однородные. Вот на этой полке лежат приблизительно песни одного характера и одной тематики. На другой полке мы положили песни, посвященные жертве Иисуса Христа и крови Его. Есть сила в крови. Благодарю Тебя. Кровь Христа омыла меня. Кровь Иисуса на мне. Кровь, что омыла нас. Только через кровь. Милости Твоей. Свят Бог. Святый небеса. То есть о страданиях Иисуса Христа. Запомните, мы в своей голове не так много можем держать в уме. Если мы пользуемся только тем, что лежит на поверхности нашей памяти, вот такой, куриной, то мы будем каждый раз делать вот этот свекольный салат, пока нос не превратится в свеклу. Мы должны разнообразить наше меню. И в нашем холодильнике на каждой полочке должны быть соответствующие продукты. И, скажем, на третьей полочке мы положили песни про Мессию. Мессия. His name is Jesus Christ. Такая классная песня была. Однажды мы ее вернем. Мессия, ждем Тебя. Мессия, царь царей. Мессия, агнец Божий. Третий блок. Следующий блок. Мы решили поставить на следующий блок наши танцевальные песни. То есть характер дэнсовый, веселый и радостный. Это еврейский блок еврейских песен. Бог наш покровитель, царь царей, мир во Христе имею. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Как-то про ла-ла-ла. С греческого, что я радуюсь во Христе. Всемогущий Бог Израиля, царь царей, Господь, Господь. Ну, короче, все еврейские песни, короче, кошерные продукты вот на этой еврейской полочке. На следующей полочке мы поставили все рок-н-ролльные песни. Это из уст младенцев, а я кричу несравненно больше-больше. Мы странники здесь, я захвачу с собой еще кого-то. Радость в Господе, я хочу огня и так далее. На другой полочке мы положили авторские песни, которые у нас поются. Рожденный летать, есть лишь один, но я не с вами. Следующая полочка у нас называется милитари. Это духовная брань, это военный, агрессивный блок. Божья армия, отойди от меня сатана, истуканы разных стран, дьявол умри, я выхожу из заколдованного круга, стражи на стенах. Мы должны знать, каким богатством мы обладаем. И потом, следующая полочка, это песня, посвященная Богу Отцу. Богу Отцу. Кто не убоится и не прославит тебя, Свят Господь Саваоф, Святой, это еврейская песня, Блажен народ, Альфа и Омега, О, исцели нашу землю, вся честь, Мне хорошо в доме Твоем, и так далее. Следующий блок мы определили, как песни, посвященные Духу Святому. Вы понимаете, что наш Бог, если говорить, из чего должен состоять репертуар, и что Он из себя представляет, Песни должны быть посвящены многогранной личности нашего Бога. Песни, посвященные Иисусу Христу. Песни, посвященные Его жертве и страданиям. Песни, посвященные Его воскресению. Песни, которые посвящены Богу Отцу. Песни, которые были бы посвящены и Духу Святому. Понимаете, Бог это ценит, потому что наш репертуар говорит о степени нашего познания Бога. Наши песни – это результат нашего Боговедения. Насколько мы понимаем Бога, настолько мы и поклоняемся Ему. Вот почему необходимо иметь широкий репертуар, емкий. Следующий блок песен – это у нас, в этом холодильнике, у нас большой холодильник, вы чувствуете? Трехкамерный, во всю стену. Следующая полочка – это песни, посвященные Духу Святому. Дух Святой, мы ждем тебя, коснись меня. Святой Дух приходит. Святой Дух – это из репертуала Рона Кеноли. Троица, пусть твой огонь сойдет, Господь и зальет от Духа Своего на всякую плоть. Если ты устал, сердце чистое сотвори. Это еще одна полочка. И следующая полочка – это уже авторские песни, которые не относятся, может быть, к предыдущим, но они разные. Ну, это так, на закусочку, нарезочки, на салатики и так далее. Так вот, шеф-повар, прежде чем готовить меню на месяц ли, на неделю ли, он перед собою должен иметь в полном объеме все продукты, находящиеся в его холодильнике. Мы не можем зацикливаться на каком-то одном сегменте или фрагменте. И вот из-за этого все готовить, готовить, готовить. Поймите такую вещь, что всякая зацикленность, все, на чем мы концентрируем внимание, это все ведет к религиозности, к однообразию. И Дух Святой, Ему тесно в каком-то одном и том же репертуаре. Все равно Бог, Он многогранный. И Бог признает единство в многообразии и многообразие в единстве. Так вот, холодильники бывают разные, огромные, средних размеров и совсем маленькие. Репертуар прославления в наших церквах тоже бывает разный по объему. Где-то этот репертуар просто огроменный, где-то средний, а где-то совсем маленький. Песни нашего репертуара должны соответствовать не только нашему настроению, но и нашим способностям и уровню исполнения. Это очень важно, отметьте. Репертуар должен соответствовать не только нашему настроению, но и уровню нашего исполнения. Вот мы сейчас прочитали здесь порядка 40-50 песен, но мы должны знать, какие песни для нас подъемные, а какие неподъемные. Это смешно, когда совершенно юная девочка поет «Дьявол умри, дьявол засохни». Мы должны с вами понимать, что для девочек девичьи песни, а для мужчин – мужские песни. Я слышал однажды, как пели песню юные совсем мальчики, которые говорят, ну централизация же богословия, централизация репертуара. Божьи войска, и цель у нас одна, Бог нас призвал, мы люди Джошуа. Дьявол глупец, ему провозглашаем позорнейший конец. Пред именем Христа я, Божья армия, до земли шагает. Да простит меня Господь, но лучше не брать эти песни, если ты не знаешь, что «я», не надо говорить. В этот момент настоящие певцы говорят что-то другое. «Я в черт!» Если этого драйва нет, выбери более сладкие песни. Там, где больше сахара и сиропа. А есть песни для взрослых. Вы понимаете, что, согласитесь, не всякое блюдо хозяйка может приготовить. И не всякую песню из вышеперечисленного репертуара можем взять. Мы должны примериться. Ну, не твой размер, ну не одевай. Как этот, вы помните, Давиду? Саул говорит, а ну-ка померь-ка мой пиджак. Тот одеол. Как так? Как можно так поклоняться Богу? Вы что? Снимите. Я говорю, не-не, вот это моя песня. Эта песня победила. То есть я говорю о том, что не всякую песню из репертуара нового поколения, с лимонного поколения, мы можем исполнять, потому что Бог хочет, чтобы готово было не только сердце, но и наш профессиональный исполнительский уровень. Вы знаете, хозяйка на кухне не может быть универсальной, вернее, универсальным специалистом по всем блюдам. Какие-то блюда она готовит отлично, по-фирменному. Какие-то блюда так не особенно, а какие-то вообще не умеет готовить. Вот вспоминая одну историю. Я был на Баме, когда еще в Россию можно было ездить, есть такой город Нерингри. Церковь пригласила меня проповедовать, и меня поселили на квартире. Очень добродушная хозяюшка. Встречала как короля. И первое, что она сказала, какое ваше любимое блюдо? Что приготовить на ужин? Я чувствую, я вообще-то, знаете, ну разборчивый, я испорченный человек, потому что моя жена так готовит, что, вы знаете, я уже настолько привык к качественной, вкусной, классной пищи. Но вижу, что особенно доверие повар не внушает. И когда она мне говорит, какое вам любимое блюдо приготовить, я чувствую внутри, ну некий такой вот, знаете, неприятный момент, потому что думаю, ну она же не сможет приготовить, если я закажу. Поэтому я ей так уклончиво ответил, а что вы лучше всего готовите? Ну и приготовьте так. Я слышал, что вы манты любите. Я где-то проповедовал и говорил про то, что манты, ну я знаю, что только моя жена умеет манты готовить. Ну я не стал ее вообще ломать окончательно. Она говорит, я могу манты приготовить. Я говорю, вы серьезно? Она говорит, да. Я говорю, ну если хотите манты, если хорошо готовите, пожалуйста, главное, говорю, чтобы они не слиплись. Главное, чтобы фарш был разваренный и сочный. И сверху маслечко с красным перцем. Ну и все остальное. Все будет. Пастор Алексей, для вас. Да я для вас готова. Что вы думаете? Заканчивается служение? Заканчивается служение. Я согласился, чтобы она манты готовила. А я внутри чувствую стрём. Вот кишками чувствую. Или духом. Там дух между кишков. Вот чувствует, что меня ожидает сюрприз. Приходим после служения. И вот блюдо готово. Я вымыл руки, сажусь за стол. И передо мной на большом подносе гарамант. И как вы догадались, слипшиеся в одно в одно единое целое. Как помазанная церковь. Их пришлось разрезать ножом. Можете себе представить? Вот такая гарамант, штук 30. И они все вот такие слипшиеся. Потому что она их приготовила перед служением. И они ждали меня. Пока ждали, объединились. Я пытался отшкребнуть. По одной не выходит. Оттуда выкатывается фарш. На что фарш похож, не буду говорить слух. Она берет нож, кусочек горки отрезала. Я, чтобы ее не оскорблять, я говорю, ну, молодец. Ради приличия нахваливал. А внутри говорил, ну, зачем так? Если не умеешь, так не берись тогда. Какой урок отсюда мы можем извлечь? Уважаемый шеф-повара, никогда не подавай на стол блюдо, если оно не твое. Пусть оно будет проще, борщ или вермишель по-флотски. Зато со смаком и вкусно, зато твое фирменное блюдо. Никогда не переводи продукты и не обесценивай песен. Это чревато тем, что у людей вырабатывается негативное отношение к песням. Здесь лидеры прославления могут попасть в западню благодаря откровению от централизации откровения и служения. Да, репертуар нового поколения отражает богословие нового поколения, но среди этих песен есть специфические песни. Среди них есть те, которые ты можешь исполнить, а есть те, которые ты, ну, никак не можешь исполнить. Так вот, из этой всей обоймы мы должны выбрать те, которые соответствуют нашему исполнительскому уровню. Как мы уже и сказали, когда девочки поют «Дьявол, умри», дьявол не умрет. Или какой-то мальчик сладкий, «Кто станет стеной, чтобы утвердить новый мировой?» Так же, как среди проповедей. Вы знаете, вот проповедник кажется, ну, любую тему, даже вот, вы знаете, это как в проповеди. Вот есть темы, которые проповедник берет, это не его тема. Но он говорит, про новый мировой порядок буду проповедовать. Вы знаете, есть весовые категории, есть штанга, которую ты берешь, ты можешь взять вес. А есть такой вес, когда ты берешь, и раздается специфический звук. Поэтому, я думаю, что это другое помазание. И не стоит брать то, что не соответствует твоей подъемной силе, чтобы негативное помазание не высвободилось в зал. Потому что люди будут все равно это чувствовать. Люди по-любому будут это все чувствовать. Итак, сейчас переходим к главному вопросу. Тематика и характер служения. Во-первых, первая задача. Я составляю список всех продуктов в моем холодильнике. я как шеф-повар должен знать, что, какие блюда я могу приготовить, чтобы пальчики оближешь, а какие блюда я не умею готовить. Вот согласитесь, давайте не будем прикидываться и манты делать все. Борщ это тоже вкусная еда. Как на Украине тебе заварганят борща, вы кушать хотите? Такая кулинарная тема пошла. Точно так же, как любая честная хозяйка должна знать, что она лучше всего готовит, и пусть она это и дальше готовит. И лидер прославления должен знать, какую песню, какое произведение человек, вот он сам, вот как лидер прославления, он может исполнить так, что все ах, и сказать во круто. Не обязательно брать какие-то сложные песни. Если ты вот не тянешь, не рубишь в этих стилях, ты лучше не бери. Лучше не бери. И на колеснице, если ты не умеешь выговаривать, не бери лучше колесницы эти. Оставь их в покое. Спой лучше песню. Кровь, сосана мне. И люди тебе еще вот такое спасибо скажут. Не надо брать сложные вещи, которые тебя загонят в тупик. Ты и краснеть будешь, и петь, и не знаешь, чем закончить. И он скажет, а потом пусть Дух Святой вам все дорасскажет. Я как проповедник, я точно знаю, сколько раз брал не свои темы, и обливался потом, не знал, как все это дело закончить. И потом, прежде чем выйти сюда, я долго-долго думал. Долго думал, что мое, а что не мое. Ё-моё. Мы должны определить свой репертуар. И я скажу, что в церкви должен звучать тот репертуар, который соответствует исполнительскому уровню каждого человека, который стоит на этой сцене. если даже нет, я замечал, знаете, в других церквах, какую особенность, если нету яркого исполнителя, если нету, ну, такого, как сказать, одного профессионала, берут хоралы, которые во всем мире поют, и вот так обходятся без этого. Есть же столько песен, которые, не обязательно, чтобы песни, которые не предусматривают какого-то одного, там, очень профессионального исполнителя, всеобщим пением поют, и все, и обходятся. Друзья, в прославлении нет тупиковых ситуаций. Слава Богу, что в этой сфере спектр выразительских способностей или спектр исполнительских возможностей, он настолько огромный, что там могут петь и те, у кого нет, и те, у кого есть задатки. Амин. Но пусть это будет все естественно и натурально. Главное, чтобы не резать ножом гору мант. Итак, тематика и характер служения. Если в новом поколении месяц разбит на четыре реки, семья, финансы, исцеление, евангелизм, необходимо, чтобы характер прославления или поклонения и тематика служения были созвучны между собой. Если здесь есть представители из других церквей, я думаю, что в любой церкви есть некий алгоритм повторяющихся тем. Я думаю, что какие-то служения посвящены детям, какие-то служения посвящены социальным программам, какие-то служения посвящены евангелизму. Ну, короче, этот принцип работает в любой церкви. Поклонение должно быть созвучно проповеди. Посмотрите, в католической церкви их прославления соответствуют их проповеди. Смотрите, в православной церкви все эти хоралы Бортнянского, они соответствуют тому, о чем проповедуют священники. В баптистской церкви хоры поют то, что соответствует проповеди. И у нас, в каждой церкви, должно быть тоже это созвучие и соответствие. Давайте посмотрим, что здесь необходимо знать и что здесь необходимо помнить. Я хотел бы предложить вам Римлянам 12. Римлянам 12. Первый, второй стих. Павел говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Подчеркиваю слово «разумного». Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. Разумного – это значит логического, обоснованного, последовательного. Мы должны освободиться от духомании и говорить, как Дух даст прорищевать. Дух Святой движется по приготовленным путям. Разумное служение – это служение, которое на трезвую готовится. Это когда ты взвешиваешь, планируешь, это когда ты приводишь в соответствие свое состояние, это когда ты приводишь в соответствие репертуар со своим состоянием, это когда ты готовишь свое сердце, псалтырь и гусли, и когда твое прославление является созвучным служением проповеди в твоей церкви. Я абсолютно убежден, как пастору Бог дает тему для проповеди, так же и лидеру прославления Бог дает тему прославления, так как тот же самый Бог руководит и тем, и другим. В зависимости от темы и выбранного русла подбирается репертуар. Репертуар это правильно подобранные песни, имеющие логическую последовательность, а так же ярко выраженную кульминацию. Думаю, это следует записать. В зависимости от темы и выбранного русла подбирается репертуар, то есть тематика и характер. Служения должны соответствовать тематике и характеру прославления. Что такое репертуар данного прославления? Репертуар это правильно подобранные песни, имеющие логическую последовательность и ярко выраженную кульминацию. Поскольку каждая песня имеет свое послание, свой месседж, при составлении репертуара я должен ответить на вопрос, что я хочу этим сказать. Наш прославление должно быть единым служением, точно так же, как проповедник не имеет права три проповеди за раз говорить, или две проповеди, так и лидер прославления не имеет права четыре месседжа людям представить за одно прославления. Здесь не должно быть четырех проповедей или трех проповедей, здесь должна быть одна проповедь, состоящая из трех или четырех или пяти песен. В проповеди один месседж, и прославление должно представлять собой один месседж. И при составлении репертуара лидер прославления должен ответить на вопрос, что я хочу сказать этим? Какое настроение я хочу создать в церкви? Или я о Духе Святом говорю, или я о крови Иисуса говорю, или я хочу поднять боевой дух и вести духовную брань, или это глубокое поклонение. Что я хочу? Какое блюдо? Какое блюдо? Как оно называется? Какая тема прославления? Потому что если ты механически составляешь одна песня, вторая песня, ведь в каждой песне есть дух, в каждой песне есть настроение, если настроение одной песни нейтрализует настроение другой песни, это все напрасная работа. Одна песня качнула волну одного настроения, вторая перпендикулярно переехала, люди не знают, что мы едим, люди не знают, куда мы едем, люди не знают, что здесь творится. Разумное служение это когда есть гармония, это когда есть внутренняя диалектика, когда есть внутренняя связь. Составляя блок прославления, мы должны построить логическую последовательность песен, песен, чтобы они вместе представляли из себя одну тему, одну идею, одно направление, условно, одну проповедь, которая гарантирует единое помазание. Составляя блок прославления, мы должны построить логическую последовательность песен, чтобы они вместе представляли из себя одну тему, одну идею, одно направление, условно одну проповедь, один месседж, который бы над собой имел одно помазание. И вы будете чувствовать глубину помазания как никогда. Давайте согласимся с тем, что блок прославления это тоже проповедь, состоящая из нескольких песен, а не просто механическое сочетание случайно подобранных песен. Разумное служение, это когда мы видим гармонию и логическую последовательность. Поэтому репертуар это правильно подобранные песни, которые имеют логическую последовательность и ярко выраженную кульминацию, в момент которой пастор выходит на сцену и органически вливается в это помазание. Кульминация прославления является началом пасторского служения. Если мы будем играть в такой пас, мы будем видеть в церкви большие чудеса и знамения. Спасибо. Ну как вы что-то получаете, господа? Мы будем более тщательно готовиться к прославлению. Мы будем более жестко относиться к самим себе. И мы увидим большие-большие перемены. Итак, тематика и характер наше прославление. Характер прославления отражает настроение людей. А тематика смысловая комиссия. Мы с вами разговаривали на большом на большом листе в том есть репертуар. Этот репертуар разбит по характеру и по смысловом назначил вещество. Это как разговаривание комиссия. Она как правительство. Она сменяет свое настроение с объемом и видит по своему честному виду по своему комиссию. что бы посетил. это нас миссии. Как иначе в жизни как то. И может быть миссия строения кто-то хочет роман на этой идее. Мы можем поклонить. Или это будет гордина. Или это будет ураж. Просто какая-то радость. Мы должны взять с вами не просто спонтанно путь Давайте научимся спрашивать своё сердце, что ты хочешь. Думай. Вадим, я думаю. Когда ты будешь молиться, Бог был у нас, Бог смотрит. Он сейчас на нашей памяти сидёт, что у нас нет карты и компаса. Он просто идёт, он просто будет так идёт, а наше репертуар – это не есть карта, а наше сердце – это есть компас. И ты будешь чувствовать даже, когда на основании какой-то действий, с каких-то лет, и ты будешь вот так, как вы видите. Откуда у нас эти 20-ти и однообразные, одно и то же, одно и то же, как уже целый язык. Потому что ты видишь, что наша картина отсутствует. Отсутствует, как сказать, полное представление, что у нас происходит. По этому идёт что-то одинаковое, одинаковое, одинаковое. Первое, с чего начинается. Берёшь полностью репертуар, пробегаешься по этим темам, смотришь и слушаешь, что тебе сердце подсказывает. Ноль, ноль, ноль. Вот вдруг чувствуешь, что-то есть. Поставила птичку. Господь, что ты хочешь, чтобы мы сделали в это? Советуйтесь Богу. Советуйтесь Богу. Первое, даже не по песням. Настроение. Какое у тебя настроение? Не с песен начинается всё, а с настроения. Какое настроение? А уже когда есть настроение, тогда под настроение подбираются репертуар. Потому что если у тебя будет одно настроение, а песни другие. Всё это ерунда. Когда ты определил характер прославления, а характер прославления определяется твоим настроением, когда ты уже понял, что мы будем или танцевать, или поклоняться, или просто это будет авторский вечер, когда церковь будет сидеть. Слушай, научитесь ловить настроение. И ответить на вопрос. Какое настроение мы выхлестнем? Какое настроение мы выплеснем на церковь? Какое блюдо мы приготовим? Церковь в это время будет сокрушаться перед Богом? Радоваться? Или она будет просто размышлять? Какое настроение? Это честный подход. Это честный подход. Определить тематику и характер своего служения. Подбор репертуара на третьем месте. Определение характера на первом месте. Определение тематики на втором месте. И подбор репертуара на третьем месте. Характер. Прославление на первом месте. тематика на втором месте и репертуар на третьем месте. Проверив свое настроение, проверив репертуар, определив какие-то песни, которые соответствуют твоему настроению, мы должны понимать, что настроение или состояние сердца лидера прославления будет определять состояние и прославление. Я хотел бы сейчас представить вашему вниманию знакомые грани нашего настроения. Первое. Что может быть? Каким может быть настроение? Первое. Оно может быть веселым, беззаботным, радостным и веселым. Просто классное настроение. И ты чувствуешь, что здесь у тебя нет никакого загруза. И ты чувствуешь, что это настроение соответствует как раз прославлению. В самом, что ни на есть, буквальном смысле слова. Это характеризуется настроение радостью, беззаботным весельем и отличным настроением. Для этого можно смело использовать уже приготовленные блоки либо еврейских песен, либо блок рок-н-ролльных хитов. Либо что-нибудь из спешал. Ну, у тебя есть настроение, и ты понимаешь, что ты сегодня будешь просто зажигать. Ты выйдешь, либо еврейские будем просто танцевать, и у нас будет классное настроение, непобедимые проверенные хиты, либо рок-н-ролл какой-то, и ты уже чувствуешь, что у тебя вот такое вот настроение. Поэтому, а, если это еврейские песни, берешь просто в логической последовательности, типа, мир во Христе имею, там, царь царей, Господь Господь, и так далее. Если, скажем, что у тебя лучше, ты сам можешь определять. Если у вас еврейские лучше подходят, пойте еврейские. Если рок-н-ролл, рок-н-ролл не все поют. У нас очень часто эти песни не звучат, потому что для рок-н-роллов нужны соответствующие голоса, манеры, и, ну, сам стиль исполнителя рок-н-ролл не все могут петь, а вот еврейские все. А вот еврейские все, даже если они потом сползают на шансон, ну, по-любому это тоже куражит, это тоже вставляет. Поэтому, опять же, мы сверяем с солистами, какое у меня настроение. Если это веселье, это радость, если это дэнс, то мы выбираем соответствующие песни, распределяем ответственных, и говорим, сегодня будем мы просто танцевать. Второе. Бывает настроение глубокой благодарности, которое тяготеет к более интимной близости с Богом, поэтому предполагает проверенные песни поклонения. Это другое настроение. Это уже не просто вот дэнс, а ты чувствуешь какую-то глубокую благодарность Богу. И ты чувствуешь, что это глубокая благодарность, тебе хочется подойти к Нему, сказать, Бог, спасибо тебе. Ты так много в жизни моей сделал. И у тебя здесь намного глубже помазание, поэтому это уже не танцы, а это уже поклонение. Ты хочешь близко-близко к Нему подойти и сказать, благодарю тебя, Бог. Я был слеп, теперь я вижу. Я был на грани пропасти, а ты меня спас, ты протянул руку свою. Бог, как ты велик, спасибо тебе. И ты выходишь, и ты чувствуешь, что настроение твое, оно такое вот как океанские волны, они, может быть, не такие, с брызгами, но ты чувствуешь, что вот за этими волнами такая глубина, там, несколько километров, и ты чувствуешь, есть вот такие песни, и у тебя другого настроения нет, оно, глаза на мокром месте, и ты чувствуешь, что же соответствует этому настроению. И ты берешь эту полку этих песен поклонения и скажем, свят, свят, Господь Слава, и вся земля полна славы. То есть, это такое глобальное пространство, это не дэнс, а это какая-то глубина, она просто тебя захлестывает, ты нас собираешь, как птица птенцов, ты нас защищаешь от наших врагов, твое царство пребывает во веки веков, свят, свят, Бог Слава. Эту песню не всегда можно петь, если у тебя другое настроение, она звучать будет неправильно, а если попадает, все, контакт есть, и ты чувствуешь, весь зал, он просто, он погружается, как в эту воронку. То есть, второй спектр, или вторая грань настроения, это благодарность, которая тяготеет к интимной близости с поком. Поэтому с полочки этого репертуара снимай соответствующее, ну, ты сверяешь, начинаешь петь, смотришь, в зубах застревает, а потом вдруг чувствуешь, нет, оно есть, свят Господь Слава, о, классно, эта тема подойдет, то милости Твои, Бог, если соответствует, давайте это возьмем. Если есть в том репертуаре, перед Тобой склоняюсь я, немогущий Бог. И заметили, все эти песни, они лишены резких движений, все эти песни лишены каких-то там резких каких-то таких ударных каких-то моментов, ты чувствуешь, это все океанские волны. Пусть это будет в одном настроении, и пусть этот репертуар будет подобран, чтобы другая песня не перебила и не нейтрализовала настроение этой глубины, потому что из океана на горную речку попасть, это не кайф, это неправильно. Там брызги, там что-то шумят, там что-то бла-бла-бла. Там своя красота, друзья, но не стоит две красоты склестывать между собой. И здесь разумно и логично подобрать все песни под настроение. И я гарантирую, три песни, которые ты подобрал в логической последовательности, они превратят атмосферу просто в Божью славу. Каждая песня будет дополнять последующую песню, и ты чувствуешь, будет кульминация, когда ты просто завис и чувствуешь, улетел. Три песни в одной логической последовательности гарантирую тебе на третьей песне кульминацию. Кульминация – это когда ты чувствуешь, что все, оно пришло. Помазание. Дальше. Бывает такое настроение, как пророческое настроение. Это просто когда ты как, ну это сродни, стража на стенах, это какое-то ходатайство за землю, это как пророческое помазание, это просто какой-то тоже глобальный взгляд на вещи. И ты чувствуешь, это уже не благодарность Богу, это уже не дэнс, а ты стоишь среди долины мертвых костей, ты находишься в окружении врагов, и ты чувствуешь себя просто как человека, который имеет пророческое слово. И ты говоришь, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Это уже, как сказать, пророческие хиты, когда ты пророчествуешь земле, когда ты пророчествуешь своей нации, когда ты пророчествуешь своей стране, это особенное настроение, если ты чувствуешь, что созрел, Господь и зальет Духа твоего, своего на всякую плоть. То есть это уже тоже особенное настроение, это пророческое, когда помазание приходит, ты чувствуешь все, авторитет. Эти песни звучат максимально эффективно, когда они соответствуют и духовному состоянию, и твоему настроению. Это своеобразное настроение. Это то же самое, как кто не убоится и не прославит тебя. И ты чувствуешь, вот они на одной полке. Две-три песни такого же содержания поставишь рядом, и ты увидишь, ты достигнешь потрясающего результата. Атмосфера будет электризована. И Дух Святой будет работать в этом направлении. Дальше. Какое бывает еще ярко выраженное настроение? Бывает еще настроение молитвенное. В каком смысле? Иногда ты чувствуешь, что рождается внутри своего сердца ходатайство. Это и не благодарность, это и не танцы, это и не ходатайственная молитва за твою землю. А это когда ты просто кричишь, не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Все это мольба, это крик сердца. Это просто жажда по Богу. Это особенное, это молитвенное состояние. Жажда по Богу. Когда тебя уже не интересует ни земля, когда тебя не интересуют ни вчерашние чудеса, когда тебя ничего не интересует, когда ты тебе говоришь, Бог, мне сейчас позарез ты нужен. Все. Когда ты позарез нужен мне. И если ты эту искру почувствовал, если ты эту искру поймал, и ты уже поешь ему просто и Духу Святому, ты берешь из этих репертуаров, ты смотришь песни, посвященные Духу Святому, песни, посвященные Богу Отцу, песни, посвященные Иисусу, и ты чувствуешь, где, где, где этот ключ? Где этот ключ? Потому что иногда одна правильно выбранная песня является ключом к духовным дверям и окнам, которые открываются с неба, и Бог приходит. Это искусство чувствовать, какая песня в данный момент нужна. Я как проповедник стою всегда перед этим выбором. У меня много разных тем. у меня много разных направлений, но я вначале пытаюсь зафиксировать настроение, состояние, и потом я стараюсь зафиксировать ключ, чтобы это настроение могло быть обличено в какое-то откровение. И правильно подобранная тема, равно как и правильно подобранная песня, она открывает двери Царства Божьего. и поклонение, оно становится эффективным. Ярко выраженное молитвенное настроение. Сердце чистое, сотвори во мне. Это вот мольба Богу, это просьба Бога, чтобы Он пришел к тебе. То есть, здесь не просто поклонение, здесь мольба и просьба сокрушенного сердца. Согласитесь, сердце сокрушенное, оно не танцует. Сердце сокрушенное, оно ничего другого не делает, как просто просит о помощи Бог в этот момент прикоснись ко мне. Без тебя я не свой. О, Иисус, возьми меня. Это особенное настроение. Вы понимаете, друзья, что лидер прославления или левиты это люди, которые должны стать профессиональными психологами. Это люди, которые должны разбираться в самом себе. Это люди, которые сами себе могут объяснить, в каком ты настроении, охарактеризовать это настроение, сравнивать одно настроение с другим настроением, потому что, если ты научишься отличать одно настроение от другого, ты научишься отличать одно помазание от другого помазания, потому что Бог многогранный даже в явлении своего Духа Святого. Следующее настроение, которое может быть, иногда ты будешь чувствовать война. Хвала ради врагов. Ты чувствуешь ревность. Ты чувствуешь, как по твоей земле ходят нечестивые. И ревность по дому Господнему, она начинает снедать тебя, и ты чувствуешь агрессию во имя Иисуса. Ты чувствуешь все, ты воин. И в данном случае Господь Савалов, как Бог войны, Он взрывает в тебе это настроение, и ты чувствуешь все. Это хардовые вещи, это агрессивные песни, это есть духовная брань. Блок агрессивных военных песен. В хорошем настроении ты их не исполнишь. В ходатайственном поклонении, когда ты упиваешься в любви Божьей, здесь нет войны. Но когда приходит эта агрессия, когда Иисус вошел в храм и увидел, что там базар, увидел, что там эти все нечестивые люди, и Он сказал, ревность по дому Господне, снидай от меня. Он взял бич и начал всех выгонять. Это уже для взрелых людей, это для взрослых людей, которые видят мерзость запустения на святом месте, и внутри пробуждается эта агрессия, пробуждается эта ревность. И здесь у нас уже свои блоки, свои блоки этих песен. Божья армия, истуканы разных стран, отрывайся и ударь, истукана по ногам, отрывайся. Не смотри, не смотри по сторонам. Или во исполнение пророческого слова я предъявляю ультиматум. Это очень сильные песни. И дальше, следующий блок, это блок авторских песен. Это песни свидетельства. Это песни, как исповедь. Это баллады, которые можно исполнять в любое время. И, на мой взгляд, на мой взгляд, эти авторские песни, они заслуживают особенного внимания, потому что они передают жизненный опыт. Они передают эти настроения, тех драматических переживаний, которые человек проходил вместе с Господом. У нас имеются такие песни, ты помог мне пройти. И когда ты сидишь в зале, и чувствуешь эту честность, искренность, у тебя тоже глаза на мокром месте, и ты говоришь, Господь, и ты мне тоже помог пройти. И, друзья, поклонение, это не только танцы, поклонение с поднятыми руками, это не только благодарность Богу, лиходатайство, или пророчество. Даже если ты сидишь и слушаешь честное исповедание и свидетельство, и ты сопереживаешь с этим, твой дух молится, это тоже поклонение. И ничего зазорного нет, если в репертуар хоровых песен, общих песен будут вплетаться авторские песни, которые по настроению и по характеру соответствуют данной тематике и данному характеру. Поэтому здесь можно подходить очень творчески. двадцать девятый псалом, ибо на мгновение гнев его и на всю жизнь благоволение его. Я позову тебя тихо-тихо, когда приходишь ты, храни меня и так далее. Есть очень много песен, которые могут звучать одна за другой. И вы помните тот вечер, когда мы с вами здесь слышали эти авторские песни. Это была потрясающая атмосфера, это была потрясающая близость с Богом. И она ни грамма не уступает всем вышеперечисленным песням. Подвожу итоги. Друзья, самое главное, самое главное, мы должны быть честными. Самое главное, мы должны готовить свое сердце. Самое главное, мы должны двигаться в духовном мире и чувствовать, какое настроение у Господа Бога. Хотите ли, друзья вы, или не хотите, но наш открытый дух передает настроение нашего Бога. Почему мы гневаемся в духе? Бог гневается. Почему мы радуемся? Бог радуется. Практически открытый дух человека, соединенный с Духом Божиим, передает настроение Отца Небесного. И вот в этом-то, друзья, наша самая главная задача передать настроение из сердца биения Отца Небесного. Итак, вначале мы определяем характер, то есть настроение. Затем мы определяем тематику прославления, смысловое русло и подбираем песни в логической последовательности. Главный принцип однородность или внутренняя гармония. Гармония смысловая и гармония духовная. Следите за тем, чтобы настроение одной песни не конфликтовало с настроением другой песни. Пусть каждая песня будет очередной ступенькой лестницы на пути во святилище. В целом блок песен прославления должен создать какое-то конкретное единое настроение в народе. Поймите такую задачу, что прославление должно создать какое-то конкретное ярко выраженное настроение в народе. Если это дэнс, танцы, это значит танцуют все, а танцевать будут все, когда подобраны танцевальные песни, под которые легко танцевать. Удобная аранжировка, простые слова и хороший драйв. Потому что иногда, смотри, играют без драйва. Для музыкантов очень важно просто отработать вот эти приемы, ничего играть не надо, надо определить вот такой вот темп 150, под который всегда танцуют. Почему на дискотеках легко танцевать? Там все вымерено, там все знают под какой темп легко танцевать. А иногда христиане играют такой темп, не пристроишься ни слева, ни справа. Надо, чтобы драйв был, чтобы легко было танцевать, это раз, и чтобы звукооператоры обеспечивали такой звук, который бы прокачивал весь зал, чтобы не хотелось танцевать, но ты уже и тебя уже бы тащило бы и ты бы танцевал. поэтому, друзья, если дэнс, то дэнс должен быть простым, натуральным и просто увлекательным, чтобы весь зал он ходил. Повторяю, аранжировка должна быть настолько простой, чтобы она помогала людям двигаться. Первое. Дальше. Второе. Если мы настроились на поклонение или на волну сердечной благодарности Богу, пусть песни создадут в зале естественную и непринужденную атмосферу поклонения. То есть, соответствующие песни. Песни должны стать молитвой благодарности, пусть текста будут легкими, пусть аранжировка будет простая, пусть ничто не отвлекает, пусть это будет настолько естественно, вот как свет цветит, и мы его не видим, но он помогает нам видеть. Но также и песни, они должны создавать непринужденную естественную обстановку в зале. Если война, так пусть же это будет война, агрессия, чтобы люди на самом деле зажигались этим. Если пророчество, значит пусть это пророчество, и пусть текста будут легкими, простыми, но сильными. Главное кредо прославления, это естественность и натуральность. Естественность и натуральность. Больше всего опасайтесь неопределенности в настроении, потому что неопределенные песни рождают неопределенное настроение, а неопределенное настроение расслабляет внимание. А когда люди теряют или ослабляют интересы, внимание, все, все пропало. Когда народ не знает, что делать, и стоя переминается с ноги на ногу, терпеливо ждет окончания. Согласитесь, есть ярко выраженные песни поклонения, есть ярко выраженные танцевальные песни, есть ярко выраженные вот такое песни исповедания, а есть неопределенные песни, под которые народ чувствует себя неуютно. Куча песен, которые мне очень не нравятся. Которые я хочу все вычеркнуть из репертуара и никак не удается. Даже если они нравятся кому-то, ребята, самое главное, самое главное, что нужно сделать? Посадите людей, чтобы люди не чувствовали себя в неестественном положении. Если под эти песни не танцуются, если под эти песни не поклоняются, если под эти песни ничего в зале не происходит, посадите, скажите, это песня из авторского блока. И я скажу, даже к этим песням изменится, изменится отношение. Мы должны создавать в зале уют, комфорт и благоприятные условия. Если вы посадите людей, они будут вам благодарны за это. И помазание от этого не убудет. Дальше. С чего нужно начинать прославление? Вот начинается блок. С каких песен начинать? Практический совет. Никогда не начинайте прославление с неизвестных песен. Никогда не начинайте прославление с незнакомых песен. Потому что это будет мимо. Люди будут стоять и смотреть, а что это такое? Что за текст, а что за слова? Начинать надо с знакомых до боли песен. Потому что, представляете, люди пришли с работы, люди были где-то. И необходимо объединить, сфокусировать их внимание, объединить их сердца. Объединить можно только теми песнями, которые все очень хорошо знают. И для разогрева или ломки льда берите активные, знакомые хиты. И чем повеселее, тем лучше. Я думаю, не стоит сразу начинать вот с чего-то очень сугубо серьезного, потому что люди не готовы. Люди не готовы. Надо разогреть. Надо разогреть. Если говорить, что святилище, встреча с Богом, это какой-то интим, то и женщину надо разогреть, и мужчину надо разогреть. И церковь надо разогреть, и лидера прославления надо разогреть. Должна быть какая-то прелюдия. Не стоит сразу нырять в помазание такое глубокое, что никто не понял, где, а ты уже нырнул. И от тебя только пузыри идут. В такую глубину нырнул, никто даже не успел и глазом моргнуть. Мы должны технично и понимать. Так же, как в проповеди. Есть вступление, интро, есть развитие, и есть кульминация. Но начинается все не с кульминации, а начинаются сломки льда. И как правило, в самом начале должны звучать какие-то знакомые, мажорные, веселые, нормальные, очень классные песни. Прославление, как и проповедь, имеет уверенное вступление, логическое развитие и ярко выраженную кульминацию. И дальше, в репертуаре из трех-пяти песен первое, определяется характер, настроение, второе, смысловое русло, и третье, кульминация. То есть, что я хотел этим сказать. Мы ставим перед собой сейчас задачу 50 на 50. Когда уже идет развитие, я точно знаю, что в последнее время наше прославление, оно кардинальным образом меняется. И меня радует, знаете, что? Что пение в духе или молитва на языках, или поклонение на языках становится все увереннее, глубже и органичнее. Идеальным считаю 50 на 50. 50 процентов мы поем песни, 50, мы двигаемся в духе и молимся на языках. А потом 30 к 70. А потом 20 к 80. А потом только одну песню спели 5 к 95. И на языках мы потом два часа поем. Ребята, вот эта кульминация, это будет совершенство. Апостол Павел говорит, буду петь умом, буду петь духом. Буду молиться умом, буду молиться духом. 50 на 50. И вы знаете, это красота, когда мы раскусили сладость молитвы на языках. Когда вся церковь поет, Господи, это такая красота, это как раз кульминация. Это как раз кульминация. Колдуны, эти все восточные товарищи, которые медитируют, цель медитации выйти в астрал. У нас, друзья, они это копируют, это плагиатство, потому что они пытаются воспроизвести то, что Бог дал своему народу. Мы молимся на языках, и мы исполняемся духом святым. Вот это как раз и есть тот момент, который они пытаются воспроизвести на своем уровне. Что такое исполнение духом святым? Это как раз и есть слияние с Богом и встреча с Ним. То, что нам по зарез необходимым. По зарез необходимым. Схем прославления или поклонения могут быть множество. Но классическая схема такая, прославление, она напоминает путь священника во святилище. Первое, это внешний двор. Священник проходит внешний двор, потом он проходит во святое, а потом он входит во святое святых. И с Богом он встречается здесь. То есть, во внешнем дворе он не встречается с Богом. Здесь свет дневной, естественные условия, здесь все человеческое, и потом идет глубже. Здесь душевное, уже включается душевное, душевный уровень. И после этого идет духовный. То есть, тело, душа, и дух. Поэтому было бы хорошо, чтобы в самом начале привести в движение свое тело. Людям необходимо двигаться. Надо учить церковь двигаться. На самом деле, это неприятно смотреть, когда идет прославление. И люди не... Будем прославлять в телах и в душах наших. Там где-то написано, что и тела, и души, они должны участвовать. И уже потом начинается уже самая кульминация. Мы в Освятилище. Но, я бы не хотел это канонизировать или догматизировать, что именно вот так должно быть. Это принцип. Но, если ты будешь готовиться серьезно перед Богом, если перед тобой будет полностью репертуар, если Бог даст тебе идею, вы знаете, схем может быть много. Схемы могут быть самые разные, самое главное, чтобы было правильно приготовленное настроение, облеченное в правильный репертуар, в логически построенные, в последовательность построенные песни и где-то выстрелит, где-то на какой-то песне. Бог обязательно даст знать о себе, потому что люди почувствуют, какая глубина. Вы знаете, иногда бывают совершенно непредсказуемые вещи. Потому что где Дух Господень, там свобода. Знаете, человек готовит одно, а у Бога иногда бывают совершенно другие планы. Ты приготовил одну песню, вторую, а чувствуешь, понесло с первой минуты. Ветер дует совсем в другую сторону, ты чувствуешь, у тебя совершенно другая тема. Не цепляйтесь за приготовленные схемы. Соглашайтесь, чтобы Бог ломал наше расписание. по своему опыту говорю всякий раз, когда я уступал Господу дорогу, и говорил, идущий за мной, стал передо мной. Как Ян говорил, идущий за мной, стал впереди меня. Не бежите перед ним. Если он хочет стать перед нами, уступи, конечно, Господь, давай, а я уже за тобой. И когда мы пойдем за ним, мы точно успеем. мы точно будем достигать больших-больших результатов и успехов. Амин. Будем честны, друзья, по отношению к себе. Будем разбираться в своих настроениях. Будем изучать свой репертуар, свои способности. И кроме того, что мы готовим свое сердце, я считаю, у каждого лидера прославления, у каждого исполнителя, у каждого музыканта должен быть учитель. Мы должны повышать квалификацию. Мы не должны пользоваться своими достижениями, мы не должны пользоваться своими профессиональными навыками, которые остановились. Нельзя останавливаться. Мы должны быть в форме. Если ты вокалист, найди учителя, который тебе голос будет ставить, чтобы ты пел классно, чтобы ты знал свою тесситуру, чтобы у тебя было все в порядке, чтобы Богу легко было использовать твой инструмент. Мы не имеем права деградировать. Мы не имеем права представлять Богу и миру некачественное, второсортное христианское творчество. Мы должны быть лучшими. Мы должны на самом деле побеждать. Мы должны квалификацию свою поднимать каждый день больше и больше. Итак, мы составили с вами общий список. Мы, как шеф-повар, готовим меню. Мы должны изучать то, что у нас есть. Мы должны анализировать свои выступления. Я, например, регулярно смотрю свои проповеди. Я до сих пор вижу свои ошибки. Я их шлифую, даже если кто-то другой не видит. Я вижу и мне я должен сам себе понравиться. Это совершенно неплохо. когда другие говорят ты молодец а ты знаешь какой ты молодец среди овец а среди молодцов сам овца это уже друзья честный взгляд на реальное состояние. И я знаю кем я должен быть по сравнению с тем кем я являюсь на сегодняшний день. Берите кассеты берите этот DVD на индивидуальном уровне и даже на уровне прославления. Смотрите и говорите краснее рожа посмотри ты что сделал посмотри ты как пел ой выключить и выключить куда выключить во время прославления никто не выключал все терпели и смотрели выключи смотри и делай выводы причем смотри не один раз а смотри по три раза по четыре раза чтобы ты возненавидел вот эти вещи и чтобы ты отшлифовал и чтобы ты себе нравился знаете бог когда творил мир он сотворил небо и землю звезды весьма хорошо мы могли сказать о бог гордится самовлюбленный да не самовлюбленный я должен оценивать свою работу и говорить весьма хорошо если это весьма хорошо а если я себе не нравлюсь я не могу сказать весьма хорошо весьма посредственно давайте как господь бог если мы что-то делаем давайте делать качественно делать профессионально делать достойно и пусть наша жертва не будет косой хромой там какой-то ущербной пусть наша хвала богу нравится нравится людям чтобы мы сами смотря на это могли сказать весьма хорошо весьма хорошо я спроповедовал весьма хорошо провел семинары прославление весьма хорошо преподал это учение господи помоги нам делать все весьма 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 хорошо амин и в заключении с чего мы начали тем мы и заканчиваем я на 4 20 24 возвращаемся к той беседе которую провел Иисус Христос с Самарянкой женщина говорит ему господи вижу что ты пророк отцы наши поклонялись на этой горе а вы говорите что место где должно поклоняться находится в Иерусалиме Иисус сказал ей поверь мне наступает время когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу ибо вы не знаете чему кланяетесь а мы знаем чему кланяемся ибо спасение от иудеев но наступает время и наступило уже когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине ибо таких поклонников отец ищет себе настанет время и наступило уже истинные это утвердить хочется это провозгласить наступает время и наступило уже когда в наших церквах поднимется армия истинных поклонников которые забудут что такое состязаться и конкурировать друг с другом которые забудут что такое завидовать и что такое подсиживать друг друга что такое ставить себя впереди это все как детство закончится потому что когда мы были младенцами мы по младенческим мыслили и по младенческим поступали а когда стали взрослыми оставили младенчество наступает время и наступило уже когда наивность близорукость когда это фарисейство когда это плотская самодеятельность уходит со сцены и на сцену выходят истинные поклонники которые будут поклоняться отцу в духе и истине амин я благословляю каждого из вас и пусть бог в лице каждого из вас увидит истинного поклонника который будет любить бога больше всего на свете который будет пересекать границы материального мира который будет знать свое готовое сердце и которое будет готовить великолепные фирменные блюда под названием истинное и духовное поклонение с чем вас и поздравляю спасибо за то что вы были честными за то что вы были открытыми за то что вы были доброй почвой в которую так легко было сеять если в жизни хотя бы нескольких людей мне удалось хоть что-нибудь изменить благодаря этому учению если в какой-то церкви добавится помазание божьего присутствия божьей свободы после этих семинаров я буду чрезвычайно счастлив и готов служить дальше для того чтобы царство божье на этой земле выиграло чтобы Бог снял с церкви своей позор посрамления чтобы мир смотря на нас не сплевывал на землю с презрением но чтобы этот мир захлебнулся от зависти видя красоту совершенства тех изумрудов и бриллиантов божьих поклонников которые в последнее время будут сверкать всеми гранями божьего совершенства я верю в восстановление скини Давида я знаю что каждый из нас будет частью будет этим кирпичиком восстановление этого великого божьего проекта мы увидим праздники поклонения мы увидим как ковчег божий возвратится в столичные города всех европейских государств и во все столичные города всего мира мы верим в победу божьего царства мы верим в победу господа и в победу каждого из нас еще раз огромное вам спасибо я люблю вас спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok